Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, граждане России. Сегодня, как обычно в посланиях, речь пойдёт о наших задачах в экономике, социальной сфере, во внутренней и внешней политике. Больше внимания на этот раз уделим экономике, социальным вопросам и внутренней политике. Нам приходится решать все эти задачи в сложных, неординарных условиях, как это не раз бывало в истории. И народ России вновь убедительно доказал, что способен отвечать на непростые вызовы, отстаивать и защищать национальные интересы, суверенитет и независимый курс страны. Ну вот, что хотел бы, уважаемые коллеги, в этой связи сказать. Говорил уже несколько раз публично, но и сегодня хотел бы повторить. Граждане объединились, и мы это видим, надо сказать спасибо за это нашим гражданам. Они объединились вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны, что всё их устраивает. Нет, трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное – уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем. Готовность работать ради России, сердечная, искренняя забота о ней – вот что лежит в основе этого объединения. При этом люди рассчитывают, что им будут обеспечены широкие и равные возможности для самореализации, для воплощения в жизнь предпринимательских, творческих, гражданских инициатив. Рассчитывают на уважение к себе, к своим правам, свободам, к своему труду. Принципы справедливости, уважения и доверия универсальны. Мы твёрдо отстаиваем их и, как видим, не без результата на международной арене, но в такой же степени обязаны гарантировать их реализацию внутри страны, в отношении каждого человека и всего общества. Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Это вообще особенность нашей культуры. Общество решительно отторгает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм, от кого бы всё это ни исходило. И всё больше ценят такие качества, как ответственность, высокая нравственность, забота об общественных интересах, готовность слышать других и уважать их мнение. Это показала и прошедшая в этом году избирательная кампания. Вы знаете, что инициатива о возвращении к смешанной модели выборов депутатов Государственной Думы была поддержана в послании 2012 года. Это был принципиальный шаг навстречу общественному мнению. Считаю, что курс на развитие политической системы, институтов прямой демократии, на повышение конкурентности выборов абсолютно оправдан, и мы, безусловно, будем его продолжать. Выросла роль Государственной Думы как представительного органа. В целом укрепился авторитет законодательной власти, и его нужно поддерживать, подтверждать делами. Это касается всех политических сил, представленных в парламенте. Но, конечно, особая ответственность на партии «Единая Россия», которая, кстати говоря, именно сегодня отмечает своё 15-летие. Партия имеет конституционное большинство в Госдуме, является главной опорой правительства в парламенте. И нужно так выстроить совместную работу, чтобы все обещания, обязательства, взятые перед гражданами, были выполнены. Именно граждане определили итоги избирательной кампании, выбрали путь созидательного развития страны, доказали, что мы живём в здоровом, уверенном в своих справедливых требованиях обществе, в котором укрепляются иммунитет к популизму и демагогии, и высоко ценится значимость взаимоподдержки, сплочённости, единства. Речь не идёт, конечно, о каких-то догмах, о показном фальшивом оединении, тем более о принуждении к определённому мировоззрению. Всё это в нашей истории, как вы знаете, хорошо было, хорошо знаете, было, и мы не собираемся возвращаться назад в прошлое. Но это не значит, что, жонглируя красивыми словами и прикрываясь рассуждениями о свободе, кому-то можно оскорблять чувства других людей и национальные традиции. Вы знаете, если кто-то считает себя более продвинутым, более интеллигентным, даже считает себя поумнее в чём-то кого-то, ну если вы такие, ну с уважением относитесь к другим людям, это же естественно. При этом, конечно, считаю неприемную и встречную агрессивную реакцию, тем более если она выливается в вандализм и в нарушение закона. На подобные факты государство будет реагировать жёстко. Завтра на заседании Совета по культуре обязательно обсудим вопросы, вызывающие широкую дискуссию. Поговорим о принципах взаимоответственности представителей гражданского общества и деятелей искусства. Но хочу особо подчеркнуть, и в культуре, и в политике, в средствах массовой информации и в общественной жизни, в полиннике по экономическим вопросам, никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию. Повторю, когда мы говорим о солидарности и единстве, не имеем в виду осознанную, естественную консолидацию граждан ради успешного развития России. Можно ли достичь значимых стратегических целей в раздробленном обществе? Можно ли решить эти задачи с парламентом, где вместо результативной работы идут состязания амбиций и бесплодные препирательства? Можно ли достойно развиваться на зыбкой почве слабого государства и управляемой извне безвольной власти, потерявшей доверие своих граждан? Ответ очевиден – конечно, нет. В последнее время мы видели немало стран, где такая ситуация открывала дорогу авантюристам, переворотам и, в конечном счёте, анархии. Везде результат один – человеческие трагедии и жертвы, упадок и разорение, разочарование. Вызывает озабоченность и то, что в мире, причём даже в самых благополучных, казалось бы, странах, устойчивых регионах, возникает всё больше новых разломов и конфликтов на политической, национальной, религиозной, социальной почве. Всё это накладывается на острейший миграционный кризис, с которым столкнулись, например, европейские и другие страны. Мы хорошо знаем, какие последствия несут так называемые «великие потрясения». К сожалению, в нашей стране в минувшем веке их было много. Наступающий 2017 год – год столетия февральской и октябрьской революции. Это весомый повод ещё раз обратиться к причинам и самой природе революции в России. И не только для историков, учёных российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий. Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением. Об этом писал и выдающийся русский, советский философ Алексей Фёдорович Лосев. Мы знаем весь тернистый путь нашей страны, писал он. Мы знаем томительные годы борьбы, недостатка, страдания. Но для сына своей Родины всё это своё, неотъемлемое, родное. Уверен, что у абсолютного большинства наших граждан именно такое ощущение Родины. И уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь. Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь. В собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России. По какую бы сторону баррикад не оказались тогда наши предки. Давайте будем помнить, мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна. Уважаемые коллеги, смысл всей нашей политики – это сбережение людей. Умножение человеческого капитала, как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей семьи, на демографические программы, на улучшение экологии, здоровья людей, на развитие образования и культуры. Вы знаете, не могу не сказать два слова о том, что реально происходит, что у нас здесь есть, чего мы добились. Естественный прирост населения продолжается. В 2013 году у демографов есть такое понятие – коэффициент рождаемости. Он в России составил 1,7. Это выше, чем в большинстве европейских стран. Для примера скажу, в Португалии – 1,2, в Испании и Греции – 1,3, в Австрии, Германии, Италии – 1,4, в Чешской республике – 1,5. Это данные за 2013 год. В 2015 году суммарный коэффициент рождаемости в России будет ещё больше, чуть-чуть, но всё-таки больше – 1,78. Мы продолжим изменения в социальной сфере, чтобы она становилась ближе к людям, к их запросам, была более современной и справедливой. Социальные отрасли должны привлекать квалифицированных людей, талантливую молодёжь. Поэтому мы повышаем зарплаты специалистов, улучшаем условия их труда. Отмечу, что конкурс в медицинские и педагогические вузы, совсем недавно он был почти нулевой, уверенно растёт. В 2016 году на педагогические специальности он составил 7,8 человек, а в 2016 году, вот после прошедшего приёма, общий конкурс на бюджетные места в медицинские вузы составил уже почти 28 человек на место. Дай им всем Бог здоровья и успехов в их работе, молодым специалистам в будущем. Хорошо помню, как в своё время обсуждали с коллегами проекта развития высокотехнологичной медицинской помощи, а также сети перинатальных центров, которых у нас и не было совсем. Сейчас их в 2018 году в России уже будет 94. И сегодня наши врачи способны новорождённых в самых трудных случаях. И по этим показателям мы также вышли на позиции передовых стран мира. Вот по итогам ещё 2015 года показатели медицинской смертности составили в России 6,5 на тысячу родившихся живыми, а в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения – это показатель 6,6, то есть у нас уже был чуть получше. По итогам 10 месяцев 2016 года Россия вышла на уровень 5,9%. За последние 10 лет в 15 раз увеличился объём высокотехнологичной медицинской помощи. Сотни тысяч сложных операций делали не только в ведущих федеральных центрах, но и в региональных клиниках. Вот если в 2005 году, когда мы начали эту программу, 60 тысяч человек в России получали высокотехнологичную медицинскую помощь, в 2016 это будет уже 900 тысяч. Тоже нужно ещё двигаться дальше, но всё-таки сравните 60 тысяч и 900. Разница существенная. В следующем году нам нужно внедрить механизмы устойчивого финансирования высокотехнологичной помощи. Это даст возможность и дальше повышать её доступность, сокращать сроки ожидания операции. В целом, надо прямо сказать, проблемы в здравоохранении сохраняются. В целом их ещё очень много, и прежде всего они касаются первичного звена. Его развитию необходимо уделить приоритетное внимание. Граждане зачастую сталкиваются с очередями, с формальным, безразличным отношением к себе. Врачи перегружены, трудно попасть к нужному специалисту. Нередки случаи, когда поликлиники оснащены новейшим оборудованием, а у медицинских работников элементарно не хватает квалификации, чтобы применить это оборудование. Начиная с будущего года на базе федеральных и региональных медицинских центров и вузов будет организована регулярная переподготовка врачей. При этом специалист с помощью образовательного сертификата сможет сам выбрать, где и как повысить свою квалификацию. Продолжим наращивать и уровень информатизации здравоохранения, чтобы сделать удобный и простой запись на приём введения документации. Нужно освободить врачей от рутины, от заполнения вороха, отчётов и справок, дать им больше времени для непосредственной работы с пациентом. Также с помощью информационных технологий будет существенно повышена эффективность контроля за рынком жизненно важных лекарств. Это позволит избавиться от подделок и контрафакта. Пресечь завышение цен при закупке медикаментов для больницы-поликлиник. В течение ближайших двух лет предлагаю подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники нашей страны. Это позволит врачам даже в отдалённом городе или посёлке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник. Я хочу обратить внимание на это Министерство связи. Министр заверил нас, что эта задача абсолютно реалистична и исполнима. Но я сказал об этом сейчас вот с трибуны здесь. Вся страна теперь будет за этим смотреть внимательно. С учётом географии огромных, порой труднодоступных территорий России, нужна и хорошая оснащённая служба санитарной авиации. Уже со следующего года программа развития санитарной авиации охватит 34 региона страны, которые получат средства из федерального бюджета. Прежде всего, это Сибирь, Север, Дальний Восток. На эти цели депутаты знают об этом. Это была в том числе и ваша инициатива. В 2017 году на закупку авиационных услуг в рамках проекта развития санитарной авиации будет предусмотрено, во втором чтении это должно пройти, 3,3 миллиарда рублей. Уважаемые коллеги, везде на всей территории нашей большой страны дети должны учиться в удобных, комфортных, современных условиях. Поэтому мы продолжим программу реконструкции и обновления школ. У нас не должно остаться школьных зданий, находящихся в аварийном, ветхом состоянии, не имеющих элементарных удобств. Необходимо, наконец, решить проблему третьих смен, а дальше и вторых. И, конечно, нужно направить дополнительные усилия на повышение квалификации учителей. Вы знаете, что с 2016 года реализуется программа создания новых мест в общеобразовательных организациях, и она программа, рассчитанная на 2016-е и 2025-е годы. По 25 миллиардов рублей предусматривается. Кстати говоря, мы с вами хорошо знаем, это, прежде всего, ответственность регионального уровня. Но мы приняли решение поддержать регионы по этому важнейшему направлению. Всего в период с 2016 по 2019 год планируется создать 187 998 новых мест в школе. При этом самое важное, что волнует родителей, учителей, общественность, это, конечно же, содержание образовательного процесса. Насколько школьное образование отвечает двум базовым задачам, о которых говорил ещё академик Лихачёв. Давать знания и воспитывать нравственного человека. Он справедливо считал, что нравственные основы – это главное, что определяет жизнеспособность общества. Экономическую, государственную, творческую. Безусловно, важно сохранить глубину и фундаментальность отечественного образования. В школу уже вернулось сочинение. Больше внимания стали уделять гуманитарным предметам. Но только учебных часов и школьные программы здесь явно будет недостаточно. Нужны проекты в театре, кино, на телевидении, на музейных площадках, в интернете, которые будут интересны молодым людям, привлекут внимание молодёжи к отечественной классической литературе, культуре, истории. В школе нужно активно развивать творческое начало. Школьники должны учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в команде, решать нестандартные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это стало основой их благополучной, интересной жизни. Здесь очень много экспериментов в школе проводится. И за рубежом, и у нас. Надо быть, конечно, очень аккуратным с этими экспериментами, но двигаться вперёд, безусловно, нужно. Важно воспитывать культуру исследовательской, инженерной работы. За ближайшие два года число современных детских технопарков в России возрастёт до 40. Они послужат опорой для развития сети кружков технической направленности по всей стране. К этой работе должны подключиться и бизнес, и университеты, и исследовательские институты, чтобы у ребят было ясное понимание. Все они имеют равные возможности для жизненного старта, что их идеи и знания востребованы в России, и они смогут проявить себя в отечественных компаниях и лабораториях. Как успешный уже заявил о себе образовательный центр для талантливых ребят «Сириус». Считаю, что нам нужно целое созвездие таких площадок и рекомендовал бы главам субъектов Российской Федерации подумать о формировании в регионах на базе лучших вузов и школ центров поддержки одарённых детей. АПЛОДИСМЕНТЫ Но при этом, что бы хотел здесь сказать и на что бы хотел обратить внимание, при этом в основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип. Каждый ребёнок, подросток одарён, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, в спорте, в профессии и в жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ Раскрытие его талантов – это наша с вами задача. Но в этом успех России. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, вижу в молодом поколении надёжную, прочную опору России в бурном, сложном XXI веке. Верю, что это поколение способно не только отвечать на вызовы времени, но и на равных участвовать в формировании интеллектуальной и технологической культурной повестки глобального развития. Не случайно много школьников и студентов участвуют сегодня в волонтёрских проектах. Они активно развиваются в таких важных сферах, как уход за больными, поддержка пожилых и людей с ограничениями по здоровью, образование, спорт, культура, краеведение, поисковые движения, забота о природе и животных. Особая примета нашего времени – широкое вовлечение граждан в самые разные благотворительные акции. Призывы в социальных сетях, в средствах массовой информации, собрать средства на лечение больных, на помощь детям – быстро находят отклик. И люди делают это искренне, бескорыстно, как ответ на веление своего сердца. Иногда даже удивляешься, как люди с небольшим достатком быстро откликаются на вот такие свои внутренние потребности оказать помощь тем, кто особенно нуждается в этом. Я прошу Общественную палату и Агентство стратегических инициатив предметно заняться поддержкой волонтёрских и благотворительных движений некоммерческих организаций. Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован. Необходимо снять все барьеры для развития волонтёрства, оказать всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим организациям. Основные решения здесь уже приняты. Уже со следующего года для некоммерческих организаций, имеющих соответствующий опыт, открываются возможности, доступ открывается к оказанию социальных услуг, которые финансируются за счёт бюджета. Я хотел бы сейчас, уважаемые коллеги, обратиться ко многим из вас и хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти. Я прошу вас, что называется, не жадничать, не отдавать по привычке, по накатанию и предпочтению исключительно казённым структурам, а по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг и некоммерческие организации. Давайте прямо скажем, у них ещё глаз не замылился часто. Это очень важное сердечное отношение к людям. И давайте вместе держать эти вопросы под особым контролем. Все мы заинтересованы в том, чтобы активный приход НКО в социальную сферу к повышению качества её. И поручаю правительству совместно с законодателями завершить формирование чёткой правовой базы деятельности НКО, исполнительной общественно-полезных услуг, установить требования к их компетенциям, и при этом, конечно, не нагородив дополнительных бюрократических барьеров. Нужно оценить взыскательную, заинтересованную деятельную позицию граждан. И ещё раз хочу обратиться ко многим из вас. Не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми, идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативу. Особенно, когда речь идёт о таких вопросах, как благоустройство городов и посёлков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни. К сожалению, порой эти вопросы решаются кулуарно. И когда так происходит, действительно хочется спросить, а вы уверены, что то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений, которые в кабинетах служебных возникают, что это самое лучшее предложение? Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки? В будущем году мы направим регионам 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе в моногородах. И дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь. Я прошу активно подключиться к этой работе и Общероссийский народный фронт. При этом, обращая внимание, нужно не только организовать эффективный контроль, а с его помощью добиваться конкретного результата, которого ждут люди. И, конечно, нужно поддержать граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства. Важно, чтобы гражданское общество активно участвовало и в решении таких задач, как совершенствование природоохранного законодательства, сохранение редких видов животных и растений, создание гуманной системы обращения с бездомными животными. Следующий, 2017 год, объявлен годом экологии. Поручаю правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал, Телецкое озеро на Алтае. По всей стране надо заняться уборкой загрязнённых территорий, ликвидировать свалки, которые превратились в окрестности многих населённых пунктов. Мы недавно об этом только что говорили с активистами Пщероссийского народного фронта. Это проблема не только крупных городов, но и сёл, и посёлков. Далее. В Москве и Санкт-Петербурге уже идут масштабные программы по развитию и модернизации дорожной сети. Со следующего года начнём такие проекты и в других крупных городах и городских агломерациях, где проживают около 40 миллионов человек. За два года здесь должно быть приведено в порядок не менее половины дорог. Сейчас не буду здесь останавливаться на этом подробнее. Решения приняты, средства намечены соответствующие. Нужно только эффективно работать. Необходимое внимание уделимо важнейшим федеральным трассам и возведению объекта общенационального значения Крымского моста. Его строительство идёт по графику. Уважаемые коллеги, два года назад мы столкнулись с серьёзными экономическими вызовами, с неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках, с санкциями, которыми нас пытались заставить плясать по чужую дуку, как у нас говорят в народе, пренебречь своими фундаментальными национальными интересами. Однако, повторю, главные причины торможения экономики кроются прежде всего в наших внутренних проблемах. Прежде всего, это дефицит инвестиционных ресурсов, современных технологий, профессиональных кадров, недостаточное развитие конкуренции, изъяны делового климата. Сейчас спад в реальном секторе прекратился, намечился даже небольшой промышленный рост. Но вы знаете, что если в прошлом году у нас спад ВВП был где-то 3,7%, думаю, что в этом году он будет незначительным. За 10 месяцев 2016 года он составил 0,3%, и думаю, что так оно примерно и будет. Важную роль сыграли программы поддержки ряда отраслей промышленности, а также жилищного рынка. Я тоже об этом сейчас скажу, потому что наметился рост промышленного производства. Небольшой, но тенденция позитивная, её, безусловно, нужно будет сохранить. Так вот, по жилищному рынку в 2015 году введено в строй более 85 миллионов квадратных метров жилья. Это рекордный показатель за всю историю страны. Здесь очень важно, чтобы это было реализовано, разумеется, и нужно поднимать покупательные возможности людей. Но тоже об этом скажу, имея в виду наши программы поддержки ипотеки. Мы продолжим оказывать адресное содействие тем отраслям экономики, которые пока сталкиваются с негативной конъюнктурой. Вот я уже говорил о том, что наметился определённый скромный, но всё-таки рост в области промышленного производства. В автопроме у нас в целом небольшое снижение, но по грузовым автомобилям рост 14,7%, по лёгким коммерческим рост 2,9%, по автобусам рост 35,1%. В железнодорожном машиностроении рост 21,8%, по грузовым вагонам 26%. Очень неплохую динамику демонстрирует рост производства машин и оборудования для сельского хозяйства – 26,8%. В лёгкой промышленности тоже положительная динамика. Мы обеспечили макроэкономическую устойчивость. Вот что очень важно. Сохранили финансовые резервы. Вот общий объём у нас резервного фонда – 1,992,0 млрд, а ФНБ – 3,33 млрд. Это в долларовом эквиваленте 103,86 млрд долларов. Подросли и не уменьшились, а даже подросли золотовалютные резервы Центрального банка. Если в начале, на 1 января 2016 года, это было 368,39 миллиарда долларов, то сейчас 389,4, почти 400 миллиардов. Здесь динамика тоже положительная. Ожидаем, что по итогам текущего года значительно снизится инфляция. Она будет ниже 6%. Здесь тоже хотел бы обратиться к цифрам. Если вы помните, инфляция в 2015 году составила 12,9%. Надеюсь, что в этом году она не поднимется выше 6, где-то будет 5,8. Динамика, очевидно, положительная и существенная, позитивная. Напомню, что самая низкая инфляция, зафиксированная в 2011 году, это было 6,1%. Повторяю ещё раз, в этом году может быть меньше даже. Это значит, что в следующем мы действительно можем достичь целевого показателя в 4%. Это очень хорошие предпосылки для того, чтобы на базе этой здоровой экономики добиться существенного роста. Однако хочу подчеркнуть, стабилизация не означает автоматического перехода к устойчивому подъёму. Если мы не решим базовые проблемы российской экономики, не запустим в полную силу новые факторы роста, то на годы можем зависнуть возле нулевой отметки. И значит, нам придётся постоянно ужиматься, экономить, откладывать на потом своё развитие. И такого мы себе позволить не можем. У нас есть другой путь, предполагающий чёткую постановку целей и поэтапное системное их достижение. Именно такой подход не раз давал значимые, позитивные результаты, причём в достаточно короткие сроки. Так в своё время казалось, что проблемы в сельском хозяйстве будут существовать чуть ли не вечно. Мы знаем, как об этом говорили и как обижались на это наши сельхозпроизводители, когда говорили о сельском хозяйстве как о некой чёрной дыре, куда сколько денег не давай, всё равно результата никакого нет. Нет, оказывается, совсем можно всё по-другому выстроить. Мы нашли выверенные решения, приняли госпрограмму, создали гибкую систему поддержки сельхозпроизводителей. И сегодня АПК – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоёвывает международные рынки. Но здесь, как у нас в народе говорят, нет худа без добра. Наши так называемые партнёры ввели, вот те санкции, о которых я сказал. Мы – ответные меры. Помогли на внутреннем рынке нашим сельхозпроизводителям. Но они не должны забывать, что это не может и, наверное, не будет вечно продолжаться. Да и потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке. Так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно, конечно, воспользоваться по полной программе. Но экспорт сельхозпродукции, о котором я уже упоминал, даёт нам сегодня больше, чем продажа вооружения. Совсем недавно, наверное, мы даже не могли такое себе представить. Я уже публично говорил об этом. Могу ещё раз здесь с этой трибуны повторить. Кстати, в области экспорта вооружения у нас тоже сохраняются достаточно серьёзные позиции. В 2015 году 14,5 миллиарда долларов было реализовано на внешнем рынке, а сельхозпродукции на 16 с лишним миллиардов, 16,2. В этом году мы ожидаем ещё больше. Будет 16,9, скорее всего. Очень хорошо. Давайте поблагодарим за это работников сельского хозяйства. В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов. Считаю, что нужно дать им больше самостоятельности в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК, а сам их объём связать с увеличением башни, повышением урожайности, других качественных показателей эффективности производства, тем самым создав стимул для ввода в оборот простаивающих сельхозземель и внедрения передовых агротехнологий. Здесь хотел бы подчеркнуть, если мы даём больше самостоятельности в использовании средств федерального бюджета, федеральной поддержки, то и ответственность регионов за результаты и эффективное вложение полученных ресурсов, за укрепление собственной экономической базы, решение проблем в социальной сфере, в жилищно-коммунальном хозяйстве также должна возрасти. Далее, чтобы у наших фермеров появились новые возможности для выхода на рынок, необходимо уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации. Я прошу заняться этим вопросом и Минсельхоз, Россельхозбанк, Росагролизинг, а также корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства. В следующем году мы пополним её капитал почти на 13 миллиардов рублей. Мы провели глубокую модернизацию оборонно-промышленных предприятий, оборонно-промышленного комплекса. Результат – увеличение объёмов производства и, что особенно важно, существенный рост производительности труда. Оборонка демонстрирует здесь очень хорошие показатели и даёт хороший пример. В 2016 году ожидаемый темп роста производства АПК составит 10,1%, а ожидаемый темп роста производительности труда – 9,8%. И теперь необходимо нацелить отрасль на выпуск современной, конкурентоспособной гражданской продукции для медицины, энергетики, авиации и судостроения, космоса, других высокотехнологичных отраслей. В ближайшее десятилетие её доля должна составить не менее третье от общего объёма производства в оборонном промышленном комплексе. Недавно мы на этот счёт проводили совещание, даже не одно. Хочу с вами поделиться этими планами. В 2016 году АПК будет выпускать гражданки примерно на 16,1%. В 2020 году планируется небольшой рост. Почему небольшой? Потому что очень много заказов сейчас у Министерства обороны в связи с выполнением соответствующих программ обновления вооружений. В 2025 году уже 30, к 2030 году не менее 50% должно быть гражданской продукции. Я прошу правительству организовать системную работу по решению этой задачи с участием институтов развития, ВЭБа, Российского экспортного центра, Фонда поддержки промышленности. Одной из самых быстро развивающихся отраслей стала у нас, уважаемые коллеги, IT-индустрия, что очень радует. Объём экспорта отечественных компаний за пять лет вырос вдвое. Я вот сейчас приводил цифры объёма экспорта оборонки, сельхозпродукции. У нас совсем оборонка 14,5 в прошлом году, миллиарда. Совсем не данные IT-технологии, составляя цифру, которая приближалась к нулю. Сейчас 7 миллиардов долларов. Увеличились и другие показатели. Выручка, налоговые поступления. Такую отдачу дали в том числе и льготы по страховым взносам. Вот Минфин просил мне говорить, что это только и исключительно благодаря льготам. Я говорю, что были и другие, конечно, инструменты поддержки отрасли. Но всё-таки надо признать, что вот эти льготы сыграли свою существенную роль в поддержке IT-компании. Эта мера позволила им эффективно реализовать свой интеллектуальный новаторский потенциал. И смотрите, в начале пути, в 2010 году, их налоговые отчисления составляли 28 с небольшим миллиардов рублей, а через два года уже 54 миллиарда рублей. Представляете, рост какой-то. При этом выпадающие доходы, так называемые, ну, с учётом льгот, всего 16 миллиардов рублей. То есть реальный доход лежит для бюджета. Чтобы поддержать такую динамику, предлагаю продлить эти льготы до 2023 года. Уверен, уже в ближайшие десятилетия есть все возможности сделать IT-индустрию одной из ключевых экспортных отраслей России. В целом, у нас хороший потенциал для увеличения несырьевого экспорта. При этом мы видим, что в мире растёт протекционизм, к сожалению, возводятся и торговые барьеры. Вот могу с вами поделиться, мы совсем недавно с коллегами встречались в Перу, в Лиме, говорили о проблемах мировой торговли. Одна из главных проблем – это рост протекционизма. Но это что означает для нас? Значит, что нужно ещё активнее, решительнее бороться за доступ на внешние рынки. Сильная международная конкуренция заколит и оздоровит нашу экономику, обеспечит российским компаниям новый уровень эффективности, качество товаров и услуг, производительности труда. Примеры, о которых сказал выше, показывают, мы уже целенаправленно меняем структуру экономики, обновляем существующие отрасли и формируем новые. Создаём современные компании, способные работать на мировых рынках. Нужно продолжить идти в этом направлении системно и наступательно. Необходимы не абстрактные сценарии, в которых от нас мало что зависит, а профессиональный выверенный прогноз развития. Надо чётко определить, какой вклад в экономический рост внесут улучшение делового климата, запуск крупных инвестиционных проектов, наращивание несырьевого экспорта, поддержка малого и среднего бизнеса, другие меры. Какова будет роль регионов и отдельных отраслей производства? Поручаю правительству с участием ведущих деловых объединений не позднее мая будущего года разработать предметный план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже 2019-2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых, а значит, наращивать позиции России в глобальной экономике. Уважаемые коллеги, вновь повторю, важно, чтобы такой план был поддержан, пользовался доверием у делового сообщества, чтобы предприниматели активно включились в его реализацию. Сегодня очевиден растущий запрос людей на расширение экономических свобод. Мы об этом говорили не раз. На стабильные, устойчивые, предсказуемые правила ведения бизнеса, включая налоговую систему. Напомню, в 2014 году мы приняли решение на 4 года зафиксировать действующие налоговые условия для бизнеса. Не стали пересматривать их, несмотря и на изменения в экономической ситуации. И это, безусловно, позитивно сказалось на работе предприятия. Вместе с тем, мы должны так ориентировать нашу налоговую систему, чтобы она работала на главную цель – на стимулирование деловой активности, на рост экономики и инвестиций, создавала конкурентные условия для развития наших предприятий. Нужно упорядочить существующие фискальные льготы, сделать их более адресными, отказаться от неэффективных инструментов. Предлагаю в течение следующего года детально и всесторонне рассмотреть предложения по настройке налоговой системы. Обязательно сделать это с участием деловых объединений. И, несмотря на внутриполитический календарь, нам всё равно необходимо в 2018 году подготовить и принять все соответствующие поправки в законодательство, в налоговый кодекс, а с 1 января 2019 года ввести их в действие, зафиксировав новые стабильные правила на долгосрочный период. Одновременно прошу правительства проработать вопросы совершенствования механизмов обеспечения устойчивого бюджета и государственных финансов, исполнения всех наших обязательств вне зависимости от внешних факторов, включая цены на углеводороды. Далее. Мы серьёзно обновили правовую базу в сфере предпринимательства. Сейчас важно обеспечить эффективное правоприменение и, прежде всего, на местах. Обращаю внимание, в каждом регионе страны базовые сервисы для бизнеса, разрешение на строительство, доступ к инфраструктуре и так далее и тому подобное должны в полной мере соответствовать требованиям федерального законодательства и лучшим региональным практикам. Уважаемые коллеги, мы совсем недавно в Ярославле, по-моему, собирались и говорили на эту тему. Это не проходная какая-то тема, это чрезвычайно важное направление нашей совместной деятельности. Мы будем самым внимательным образом следить за тем, что происходит в регионах по этим направлениям. И определять качество работы региональных команд в значительной степени по этим показателям. И такую принципиальную задачу нужно решить уже к следующему году, в следующем году. Это позволит нам обеспечить не только единое, но и одинаково высокое качество деловой среды во всех субъектах России. Мы с вами много говорили о совершенствовании контрольно-надзорных органов. Уже в течение многих лет говорим об этом. Со следующего года кардинально повышается их прозрачность. В открытом доступе будут данные, кто, кого, как часто проверяет, какие результаты получены. Это даст возможность оперативно реагировать на злоупотребление, на каждый факт нарушения прав предпринимателей со стороны контролёров. Сейчас не буду перечислять все эти принятые решения, их достаточно. Нужно только, чтобы они выполнялись. Надо отменять инструкции, которые никак не влияют на качество услуг, на обеспечение безопасности граждан. Но при этом по рукам и ногам связывают бизнес. Обращая внимание правительства, в работе контрольно-надзорных органов нужно ускорить внедрение подхода, основанного на оценке рисков, который позволит существенно снизить число проверок, но повысит их результативность. Добавлю, что надзорные органы должны заниматься не только выявлением нарушений, но и профилактикой. Не формально, а содержательно. И вот это очень важно – оказывать консультативную помощь предпринимателям, особенно тем, кто только начинает своё дело. Уже дал прямое поручение исключить трактовку работы самозанятых граждан как незаконную предпринимательскую деятельность. Не нужно цепляться к ним по надуманным поводам. Чтобы таких поводов вообще не было, прошу в течение следующего года чётко определить правовой статус самозанятых граждан, дать им возможность нормально, спокойно работать. Каждый, кто честно трудится в своём бизнесе или как наёмный работник, должен чувствовать, что государство – общество на его стороне. Справедливость не в уравниловке, а в расширении свободы, в создании условий для труда, которые приносят уважение, достаток и успех. И, наоборот, несправедливо всё то, что ограничивает возможности, нарушает права людей. В послании прошлого года речь шла о давлении на бизнес со стороны некоторых представителей правоохранительных органов. В результате таких действий разваливаются и успешные компании часто, у людей собственность отбирают. Я хочу поблагодарить парламентариев за поддержку законопроекта, который значительно усиливает уголовную ответственность правоохранителей за фабрикацию дел, в том числе с целью помешать работе предпринимателей. Отдельно остановлюсь на теме борьбы с коррупцией. В последние годы было немало громких дел в отношении чиновников муниципального, регионального, федерального уровня. При этом подчеркну, абсолютное большинство государственных служащих – честные, порядочные люди, работающие на благо страны. Но должность, недожность, невысокие связи, небылые заслуги не могут быть прикрытелем для нечистых на руку представителей власти. Однако, и тоже хотел бы на это обратить внимание, до решения суда никто не имеет права выносить вердикты о виновности или невиновности человека. И ещё. У нас, к сожалению, стала практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев. И нередко этим грешат сами представители следственных правоохранительных органов. Хочу обратить, уважаемые коллеги, ваше внимание на это. И сказать, что борьба с коррупцией – это не шоу. Она требует профессионализма, серьёзности и ответственности. Только тогда она даст результат, получит осознанную широкую поддержку со стороны общества. Уважаемые коллеги, очевидно, что внешние ограничения, удорожание внутренних заимствований снизили и доступность финансовых ресурсов для предприятий и граждан. Тем не менее, банковской системе удалось заместить зарубежное кредитование наших компаний и стабилизировать ситуацию. Это очевидный факт. Сейчас мы должны подкрепить деловую активность, реализацию крупных экономических проектов, доступным финансированием. Тем более, что инфляция снижается. Уже говорил об этом. И это создаёт объективные условия для удешевления банковского кредита. Повторю, ситуация действительно немного улучшилась, но лишь по отдельным секторам. В целом кредитование экономики демонстрирует неустойчивую динамику. В рамках антикризисной поддержки в 2015-2016 годах мы пополнили капитал банковской системы на 827 миллиардов рублей. По оценкам, этот ресурс позволял банкам существенно нарастить кредитование реального сектора. Однако, объём таких кредитов в текущем году не вырос, а немного даже и снизился. Я знаю о подсчётах в рублях, в иностранной валюте, но снижение всё-таки произошло, даже с учётом курсовой разницы. Обращаю внимание на это тех экспертов, которые считают, что вот это очень важно, обратить внимание на курсовую разницу. Да, всё понятно. Стоимость рубля изменилась к доллару, к евро. И это нужно учитывать. Но всё-таки даже с учётом этого обстоятельства всё равно снижение кредитования имеет место. Разумеется, нет сомнений в том, что нужно стимулировать кредитование реального сектора. Но ключевой вопрос остаётся – какими методами и средствами это сделать? Очевидно, что развивать кредитование могут только устойчивые банки с солидным запасом капитала. В текущем году отечественные банки восстановили свою рентабельность. Прибыль этого сектора экономики за 10 месяцев, скажем, прошлого года составила 193 миллиарда рублей, а за тот же период этого года уже 714 миллиардов рублей. Рост почти в четыре раза. Кроме того, благодаря последовательной и решительной работе Центрального банка, банковская система очищается от контор, которые нарушают закон, права клиентов, ведут сомнительные финансовые операции. С рынка ушли, но многие из них, во всяком случае, слабые игроки, проведено оздоровление банковской сферы. Оно и продолжается, Центральный банк. Всё это является хорошей основой для быстрого оживления экономики, для развития кредитования реального сектора. В целом, в ряде государств для банков были созданы стимулы кредитования именно этого реального сектора экономики. При этом в некоторых странах обсуждается ограничение возможности банков вкладывать привлечённые средства в финансовые инструменты. Не говорю, что всё, что делается за рубежом, нам нужно слепо копировать. Тем более, что российская экономика и её структура существенно отличаются от других стран, которые применяют такие меры. Но проанализировать всю эту практику, взять на вооружение всё то, что нам подходит, можно и нужно. Так во многих государствах успешно работает небанковский финансовый сфер. Следует развивать его и у нас. Это позволяет привлекать средства инвесторов, граждан в экономику, через облигации и другие механизмы. Мы, кстати, уже довольно долго обсуждаем эту тему, рассчитывая, что Банк России и правительство совместно проработают предложения по развитию финансового рынка. Всё должно быть, конечно, нацелено на задачи экономического роста. При этом любые изменения не должны вести к проявлению макроэкономических дисбалансов и к надуванию так называемых пузырей в экономике. Очень важно поддержать кредитование малого бизнеса, которое пока продолжает тоже падать. Что для этого можно, нужно сделать дополнительно? Представители финансовых властей также считают, что это возможно. Если крупнейшим банкам по причине масштабов и сложности их операций применяют строгие требования в соответствии с международными стандартами, а некоторые считают, эксперты, что даже для нас слишком строгие, но сейчас не будем вдаваться в подробности, во всяком случае небольшие региональные банки, выполняющие важную функцию кредитования малого бизнеса и населения, осуществляющие, как правило, самые простые банковские операции, эти банки могли бы работать по значительно упрощённым требованиям регулирования их деятельности. Причём никаких рисков для банковской системы в целом это, безусловно, создать не может, учитывая их скромную долю во всей банковской системе, всего полтора процента от всех банковских активов. Такое дифференцированное регулирование банковской системы позволит клиентам обращаться в банк наиболее соответствующей их потребности, а малый бизнес не будет испытывать конкуренцию за кредитные ресурсы с крупными компаниями. И, конечно, фундаментальные условия остаётся неизменным. Каждый из уровней банковской системы должен быть здоровым и устойчивым, чтобы и клиенты, и вкладчики могли быть уверенными в защищённости своих средств. Уважаемые коллеги, для выхода на новый уровень развития экономики, социальных отраслей нам нужны собственные передовые разработки и научные решения. Необходимо сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал будущего. А это цифровые, другие так называемые сквозные технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни. Страны, которые смогут их генерировать, будут иметь долгосрочное преимущество, возможность получать громадную технологическую ренту. Те, кто этого не сделают, окажутся в зависимом, уязвимом положении. Ну, сквозные – это те, которые применяются во всех отраслях. Это цифровые, квантовые, робототехника, нейротехнологии и так далее. Нужно также учитывать, что в цифровых технологиях, например, кроются и риски, конечно. Необходимо укреплять защиту от киберугроз. Должна быть значительно повышена устойчивость всех элементов инфраструктуры, финансовой системы, государственного управления. Предлагаю запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики. В её реализации будем опираться именно на российские компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны. Это вопрос национальной безопасности и технологической независимости России и, в полном смысле этого слова, нашего будущего. Надо провести инвентаризацию и снять все административные, правовые, любые другие барьеры, которые мешают бизнесу выходить как на существующие, так и на формирующиеся высокотехнологичные рынки. Обеспечить такие проекты финансовыми ресурсами, в том числе нацелить на эти задачи работу обновлённого веба Банка развития. Нам потребуются квалифицированные кадры, инженеры, рабочие, готовые выполнять задачи нового уровня. Поэтому совместно с бизнесом выстраиваем современную систему среднего профессионального образования, организуем подготовку преподавателей колледжей и техникумов на основе периодовых международных стандартов. Будем увеличивать число бюджетных мест по инженерным дисциплинам, по IT-специальностям, другим ключевым направлениям, которые определяют развитие экономики. В следующем году на базе ведущих вузов, в том числе региональных, будут созданы центры компетенции. Они призваны обеспечить интеллектуальную кадровую поддержку проектам, связанным с формированием новых отраслей и рынков. Мощным фактором накопления научных и технологических заделов необходимость для экономического роста, для социального развития должна служить и фундаментальная наука. Перед ней стоит двоякая задача. Оценить, спрогнозировать тенденции будущего и предложить оптимальные решения для ответа на вызовы, с которыми мы столкнёмся. А в научной сфере, как и везде, будем развивать конкуренцию, поддерживать сильных, способных дать практический результат. Это необходимо учитывать и Российской Академии наук, всем научным организациям. Продолжим формирование исследовательской инфраструктуры, которая позволит решать масштабные научные задачи. В рамках программы «Мегагрантов» уже создано более 200 лабораторий без всякого преувеличения мирового уровня. Их возглавляют учёные, определяющие тенденции глобального научного развития. Кстати говоря, многие из них – это наши соотечественники, ранее уехавшие за рубеж. Недавно я встречался с группой таких исследователей. Уже сейчас большую часть своего времени многие из них работают в российских лабораториях, работают успешно, с удовольствием. И они видят, что сегодня в России ставятся интересные научные задачи, создаётся хорошая исследовательская база и материальные условия на достойном уровне. Но, конечно, люди вправе и должны понимать, что у них есть горизонт работы, горизонт планирования. В этой связи предлагаю обеспечить долгосрочное финансирование эффективных исследовательских проектов, в том числе за счёт ресурсов Российского научного фонда. При этом принципиально важно поддержать наших российских талантливых молодых учёных, их много, чтобы они создавали в России свои исследовательские команды, лаборатории. Для них будет запущена специальная линейка грантов, рассчитанных на период до 7 лет. На эти цели, а также на развитие научной инфраструктуры, открытие новых лабораторий в 2017 году только в 2017. В 2017 году к уже заявленным ресурсам на науку будет выделено дополнительно 3,5 миллиарда рублей. И, конечно, деятельность научных центров должна быть тесно интегрирована с системой образования, с экономикой, с высокотехнологичными компаниями. Нам нужно превратить исследовательские заделы в успешные коммерческие продукты. Этим, кстати говоря, мы всегда страдали от разработок до внедрения, огромное время проходит. Да и вообще иногда это касается не только нашего времени, даже не советского, а ещё в Российской империи всё было то же самое. Нужно эту тенденцию переломить. Мы можем это сделать. Для решения этой задачи два года назад мы запустили национальную технологическую инициативу. Она призвана обеспечить лидерские позиции российских компаний и продукции на наиболее перспективных рынках будущего. Уважаемые коллеги, вот всё, о чём я сейчас говорил, все эти приоритеты заложены в стратегию научно-технологического развития России. Указ о её утверждении подписан. Всем хорошо известно, что в последние годы мы столкнулись с попытками и внешнего давления. Уже дважды говорил об этом, вспоминал. В ход было пущено всё – от мифов про российскую агрессию, пропаганду, вмешательства в чужие выборы до травли наших спортсменов, включая паралимпийцев. Кстати, как говорил «нет хода без добра», так называемый допинговый скандал, уверен, позволит нам создать в России самую передовую систему борьбы с этим злом. Исхожу из того, что национальная программа противодействия допингу будет готова уже в начале будущего года. Что хотел бы сказать? Заказные информационные кампании, изобретения и вброс компроматов, менторские поучения всем уже порядком надоели. Если потребуется, мы и сами кого угодно можем поучить. Но мы понимаем меру своей ответственности и действительно искренне готовы принять участие в решении мировых и региональных проблем. Конечно, там, где наше участие уместно, востребовано и необходимо. Мы не хотим противостояния ни с кем. Оно нам не нужно. Ни нам, ни нашим партнёрам, ни мировому сообществу. В отличие от некоторых зарубежных коллег, которые видят в России противника, мы не ищем и никогда не искали врагов. Нам нужны друзья. Но мы не допустим ущемления своих интересов, пренебрежения ими. Мы хотим и будем самостоятельно распоряжаться своей судьбой, строить настоящее и будущее без чужих подсказок и подсказок о непрошенных советах. При этом настроены на доброжелательный, равноправный диалог на утверждение принципов справедливости и взаимного уважения в международных делах, готовы к серьёзному разговору о построении устойчивой системы международных отношений XXI века. К сожалению, в этом плане десятилетия, прошедшие после окончания Холодной войны, пропали даром. Мы за безопасность и возможность развития не для избранных, а для всех стран и народов, за уважение к международному праву и многообразию мира. Против любой монополии идёт ли речь о притязаниях на исключительность или о попытках выстроить под себя правила международной торговли, ограничить свободу слова, фактически ввести цензуру в глобальном информационном пространстве. То нас всё ли упрекали, что мы внутри страны якобы цензуру уводим, теперь сами упражняются в этом направлении. Россия активно продвигает позитивную поездку в работе международных организаций и неформальных объединений, таких как ООН, Группа 20, ОТЭС. Вместе с партнёрами развиваем свои форматы – ОДКБ, БРИКС, ШОС. Приоритетом внешней политики России было и остаётся дальнейшее углубление сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, взаимодействия с другими государствами СНГ. Серьёзный интерес представляет и российская идея формирования многоуровневой интеграционной модели в Евразии, большого евразийского партнёрства. Мы уже начали её предметное обсуждение на разных международных и региональных уровнях. Убеждён, такой разговор возможен и с государствами Евросоюза, в которых сегодня растёт запрос на самостоятельный, субъектный политический и экономический курс. Мы видим это по результатам выборов. Огромный потенциал сотрудничества России с Азиатско-Тихоокеанским регионом показал прошедший в этом году Восточный экономический форум. Я прошу правительства обеспечить безусловное исполнение всех принятых ранее решений по развитию российского Дальнего Востока. И вновь подчеркну, активная восточная политика России продиктована отнюдь не какими-то там конъюнктурными соображениями сегодняшнего дня, не охлаждением даже отношений с Соединёнными Штатами Америки или Евросоюзом, а долгосрочными национальными интересами и тенденциями мирового развития. В нынешних непростых условиях одним из ключевых факторов обеспечения глобальной и региональной стабильности стало российско-китайское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое сотрудничество. Оно служит образцом отношений миропорядка, построенного не на идее доминирования одной страны, какой бы сильной она ни была, а на гармоничном учёте интересов всех государств. Сегодня Китай выходит на позиции крупнейшей экономики мира. И очень важно, что с каждым годом наша взаимовыгодная кооперация пополняется новыми масштабными проектами в разных областях – в торговле, в инвестициях, энергетике, в высоких технологиях. Важнейшим направлением внешней политики России является и развитие особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией. Результаты, прошедших в октябре в ГОА российско-индийских переговоров на высшем уровне, подтвердили, что у наших стран огромный потенциал для углубления сотрудничества в самых разных областях. Мы рассчитываем на качественный прогресс в отношениях с нашим восточным соседом – Японией. Приветствуем стремление руководства этой страны развивать экономические связи с Россией, запускать совместные проекты, программы. Готовы к сотрудничеству и с новой американской администрацией. Важно нормализовать и начать развивать двухсторонние отношения на равноправной и взаимовыгодной основе. Взаимодействие России и США в решении глобальных и региональных проблем отвечает интересам всего мира. У нас общая ответственность за обеспечение международной безопасности и стабильности, за укрепление режимов нераспространения. Хотел бы подчеркнуть, что попытки сломать стратегический паритет крайне опасны и могут привести к глобальной катастрофе. Забывать об этом нельзя ни на одну секунду. И, конечно, рассчитывая на объединение усилий США в борьбе с реальной, а не выдуманной угрозой – международным терроризмом. Именно эту задачу решают в Сирии наши военнослужащие. Террористам нанесён ощутимый урон. Армия и флот России убедительно доказали, что способны эффективно работать вдали от постоянных мест дислокации. Кстати говоря, мы видим, какую работу проводят сотрудники специальных служб и подразделений и внутри страны по борьбе с террором. У нас там есть и потери. Всё это, безусловно, находится в поле нашего внимания. Будем продолжать эту работу. И хочу поблагодарить всех наших военнослужащих за профессионализм и благородство, мужество и храбрость. За то, что вы, солдаты России, дорожите своей честью и честью России. Уважаемые коллеги, когда народ чувствует свою правоту, действует сплочённо, он уверенно идёт к избранному пути, по избранному пути. В последние годы нам было непросто. Но эти испытания сделали нас ещё сильнее. Действительно сильнее. Помогли лучше, чётче определить те направления, по которым надо действовать ещё более настойчиво и энергично. Преодолевая текущие трудности, мы создали базу для дальнейшего движения вперёд. Не прекращали работать над повесткой развития, что чрезвычайно важно. То есть мы не углубились в какие-то мелочи текущего дня. Не занимались только проблемами выживания. Мы думали над повесткой развития и обеспечили её. И сегодня именно эта повестка становится главной, выходит на первый план. Будущее страны зависит только от нас, от труда и таланта всех наших граждан, от их ответственности и успеха. И мы обязательно достигнем стоящих перед нами целей. Решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня. Спасибо вам большое за внимание.